Деньги бесплатно лежат, почему бы не взять и не раздать их людям? Поэтому вот социальная проблема огромная, то что во время кризиса пострадали самые слабые. Мы ограничиваемся только нефтью, газом и словами о системе унирования экспорта. Если вы работаете хорошо и зарабатываете много, у вас нет никаких ограничений. И у вас забирают 80% вашего дохода налоговые органы. Лучше конкурировать по тому, кто больше кого вакцинировал, чем кто больше кого убил. Рубен, первый вопрос у меня связан с той атмосферой, в которой мы все живем. Это такой карнавал невероятной щедрости государств. Я просто приведу несколько цифр, которые я взял из журнала Economist. Один из последних номеров, Мартовский, посвящен базовому безусловному доходу. И они приводят в довольно любопытные цифры, что богатые государства объявили о предоставлении помощи в размере почти 14 триллионов. Это 13,5% мирового ВВП. Причем, если раньше помощь предоставлялась по определенным критериям, то сейчас она предоставляется буквально с вертолета, как выражается. То есть это выплаты абсолютно всем, а не только нуждающимся, и не тем, кто делал социальные отчисления или вообще хотя бы чем-то занимался. Только с середины марта до середины июня такой кэш получили больше, чем 1 миллиард человек. Причем 60% из них никогда не могли рассчитывать даже на такую помощь. К чему это приведет все? Это будет какая-то новая инфляция каких-то масштабов, которые мы просто еще не видели. Это будет новая социальная психология, патернализма и паразитизма. Или государственный долг вырастет до каких-то новых масштабов, тоже невиданных, как это скажется, на экономике развитых стран. Что вы прогнозируете? Ну, тут очень много разных сюжетов завязано, поэтому давайте будем по отдельности обсуждать. Во-первых, тот факт, что во время кризиса настолько растет роль государства и настолько увеличиваются расходы, это абсолютно нормально. Одна из ролей государства — это страховка в том плане, что когда у вас кризис, они должны поддерживать население, бизнес и так далее, и пытаться сгладить эти колебания. Проблема в том, что сейчас абсолютно беспрецедентный кризис, такого масштаба кризиса никогда мировая экономика не испытывала, такой глубины, такой синхронизации, что это одновременно по всему миру. Поэтому тот факт, что цифры тоже абсолютно беспрецедентные, само по себе, это не вызывает никаких вопросов. Особенно учитывая то, что фундаментальная причина кризиса — это пандемия, которая связана с борьбой с ней, очень много связано с публичными благами, экстернальными и так далее. Люди заражают друг друга. Это всегда такая ситуация ведет к провалам рынка, и государство должно вмешиваться. Поэтому такое увеличение в моменте, оно кажется абсолютно логичным, вписывающимся в каноны. Более того, размер, наверное, действительно беспрецедентный. И это уже, на самом деле, я думаю, во многом реакция на то, как прошли предыдущие кризисы и какие были сделаны выводы. И на самом деле то, что тогда считали основными проблемами, не допустить государственного долга, кризиса и так далее, что надо экономить расходы и меньше выделять людям помощь, на самом деле это привело к очень серьезным последствиям, негативным. То есть даже там, где решили экономические какие-то проблемы, это привело к таким социополитическим проблемам, что в итоге на экономике... Вы про кризис восьмого. Восьмого-девятого года, да. Тогда была гораздо меньше поддержка населения, многие очень сильно пострадали. После этого, даже если мы игнорируем отдельный вопрос, была ли это правильно с чисто экономической точки зрения, политика, но как минимум видно, что после этого были большие политические проблемы, что люди, которые были очень недовольны политикой в Европе, прежде всего в Америке, они переметнулись на сторону популистов, которые сейчас обещали им решить все проблемы быстро и безболезненно. А в пришедшей к власти популисты... То есть Брекзит и Трамп это следствие восьмого-девятого года. Во многом да, безусловно. И выводы сделаны, что на самом деле надо не... Вот эти социально-политические проблемы, их надо... Но не получим они по итогам вот этого пожаротушения Брежнева. До Брежнева там еще далеко, я думаю. Но на самом деле тот... Вот это очень важный вопрос, поэтому я скажу, что в моменте это нормально, государственное вмешательство, насколько это долгосрочная история... История человечества учит нас в том, что, скорее всего, это будет иметь долгосрочные последствия. Если мы посмотрим, как развивается роль государства в обществе, оно именно скачкообразно растет в моменты каких-то кризисов и обратно до прежних уровней никогда не снижается. Скорее всего, после этого кризиса мы увидим то же самое, что роль государства увеличилась и не вернется к предыдущим значениям. То, каким образом именно государство помогает? Вот это действительно немного меняется, и сейчас гораздо больше действительно говорят о безусловном базовом доходе, как о механизме. И это на самом деле не случайно. Это не такая безумная социалистическая идея, как ее иногда пытаются представить, потому что вопрос, с чем мы сравниваем. Мы не сравниваем с экономикой, на самом деле, по сути, сейчас не идет речь о том, что у нас экономика, в которой государство не поддерживает людей, или вопрос не стоит, поддерживает ли они, не поддерживает людей. Это некий факт, что государство поддерживает людей. Вопрос, как именно это делается. И сейчас система поддержки, она очень сложная, запутанная, и ставит людей во многом в зависимости от государства, такую достаточно унизительную. Когда вам надо постоянно доказывать, что вы бедный и несчастный, у вас спина болит, вы пытались найти работу, но не можете, и огромное количество усилий людей тратится на то, чтобы доказать, что они бедные и несчастные, и им надо давать помощь. Идея безусловного дохода заключается в том, что вот эту унизительную часть доказательства мы убираем, мы вам даем некий базовый доход, небольшой, но который можно нормально, достойно прожить. И дальше рассчитываем на то, что уже внутренняя мотивация человека, его стимулы доказать что-то или получать удовольствие от работы. И тот факт, что на самом деле, речь идет все-таки о базовом не очень большом доходе. В среднем будет работать так, что большинство людей все равно будут стараться найти работу. Я не случайно помянул Брежнева, я помню, и, наверное, вы отчасти помните тоже эти годы, но фактически у нас был базовый доход у всех. Он совершенно не зависел от наших усилий. Мы получали этот доход, могли купить в холодильник через несколько лет, даже иногда машину наиболее везучие, но немногие счастливцы. Но я помню, чем это обернулось. Это обернулось колоссальной демотивацией, распространением алкоголизма, какой-то антисоциальный стиль жизни и так далее. То есть это кончилось, в общем, крахом всей этой экономики, этой модели. В чем проблема была, условно, Брежневской экономики? Что был вот некий доход, который был даже не совсем базовым, но вполне нормальный доход. А дальше, даже если вы напрягались, даже если сильно напрягались, что-то хотели делать, вы не сильно лучше жили, чем те, кто ничего не делал. В идее базового дохода, что мы всех людей, которые наименее обеспечены, доводим до некого приемлемого, нестыдного уровня жизни. А дальше, если вы работаете хорошо и зарабатываете много, у вас нет никаких ограничений. И у вас забирают 80% вашего дохода налоговые органы. Вот к этому мы вернемся. Кто-то же должен платить за... Да. Основная критика базового дохода, их две. И надо четко разводить. Одна, что это снижает стимулы, а вторая, что мы не можем себе позволить. И если вот академические исследования, на самом деле, которые проводятся уже и в разных странах, и в африканских, и в Финляндии, и в США, и в Канаде, и так далее, показывают, что опасения того, что мотивация пропадает другие, на самом деле, по факту, оказывается нерелевантной. Даже если выводится базовый доход, люди не бросают работу в массе с этого. Бывает, но это небольшой процент людей. То есть, конечно, кто-то так реагирует. Но в массе своей люди продолжают, практически не снижают занятость, пытаются зарабатывать еще больше и так далее. Поэтому вот с точки зрения стимулов, если мы говорим, сравниваем с Брежневым, почему тогда у людей не было стимулов, достаточно, чтобы все знали, что если я хорошо работаю, я буду получать существенно больше, чем базовый доход, чтобы эти стимулы продолжали работать. Проблема не в этом. Проблема, как вы абсолютно верно заметили, как можем ли мы себе позволить такую систему. Речь идет о том, чтобы выместить существующую систему, сложную, непонятную систему социальной поддержки более простой системой, безусловно, базовым доходом и оставить только какие-то совсем необходимые дополнительные меры поддержки, инвалидам и так далее. Существенное упрощение системы. И тогда все равно, даже при такой маневре в поддержке, все равно требуется собирать больше денег. То есть тот факт, что надо будет собирать, он является основным тормозом на пути введения этого, безусловно, базового дохода. Сейчас, в моменте, опять же, государства могут себе позволить, ну, прежде всего, развитые государства, могут себе позволить сильно увеличить свои расходы, потому что беспрецедентно низкие процентные ставки они могут брать в долг почти, ну, практически под отрицательную реальную ставку процентов. Деньги бесплатно лежат, почему бы не взять и не раздать их людям? Другой вопрос, как долго может длиться такое счастье? Чем это аукнется? Да. И вопрос, когда надо остановиться, и успеют ли остановиться. Это вопрос вот возможной потенциальной инфляции, на самом деле очень важный, потому что вот эти гигантские стимулы пакетов, которые, ну, прежде всего, мы сейчас говорим о долларе, наверное, как такой валюте, которая якорит общую инфляцию, уже многие экономисты, достаточно серьезные, говорят, что это может быть такой объем в триллионы долларов, может быть уже серьезные проблемы, и споры между экономистами заключаются в том, поверит ли рынок, что это беспрецедентная мера и больше такого не будет, или рынок решит, что вот политикам понравилось, они теперь будут так дальше. Если это первый вариант, что это все-таки, да, гигантский объем помощи, но единовременно и больше такого не будет, то, скорее всего, на инфляции это не сильно отразится. Если это второй вариант, то тогда нам действительно грозит очень сильный разгон инфляции, потому что, опять же, это надо понимать, что прежде всего инфляция определяется ожиданиями. Второй вопрос. Я понимаю, что не вам судить и не мне судить, наверное, но он тоже, в общем, возникает. Мы видим, как государство сейчас, например, справляется с задачей вакцинации, мы видим, как неравномерно идет вакцинация. Скажем, некоторые правительства очень успешные, как правительство Израиля, правительство Великобритании, в той или иной степени правительство Соединенных Штатов, а некоторые, как Италия и Испания, абсолютно проиграли тему вакцинации. Встает вопрос, а вообще не слишком ли мы, как общество, доверились правительству? Способны ли вообще они справиться с подобными кризисами и правильно ли они стратегию выбрали? Может быть, им следовало сосредоточить все финансовые усилия на производстве вакцин, а не на раздаче просто денег? Может быть, они вообще неправильное лекарство выбрали? И не приведет ли какая-то, так сказать, начинающаяся сегодня рефлексия к тому, что просто некоторые правительства уйдут и к власти придут какие-то совершенно новые силы? Тут очень важный момент про то, что разные правительства очень по-разному в итоге себя проявили. И тут есть два направления, которые было видно, какие, даже три, наверное, которые хуже или лучше. Первое — это практически полный провал всех популистов. Ядро их идеологии, оно, поскольку антиэстеблишмент, антиэлита, оно антиэкспертное. А медицинские проблемы — это не то место, где вы должны игнорировать мнение экспертов. И практически все те правительства или конкретные президенты конкретных стран, которые были настроены антиэкспертно, не уважали мнения ученых и так далее, это было абсолютно гибельное. Второе — это, в принципе, нормально работающее правительство. Это Испания, проблема Испании, то, что, ну, по сути, у них нет правительства такого, пользующегося нормальной поддержкой. Никакие жесткие какие-то меры, которые требуют решительности, они не могут принимать. И это проблема. Вот особенность Америки, что это правительство, это некая демонстрация плюсов федерализма. Потому что, по сути, у Америки медицинская политика во многом определяется не федеральным центром, а штатами. И там, например, когда дошло дело до вакцинации и то, как организовать систему, казалось, что узкое горлышко — это вовсе не производство вакцинации, с тех пор, как их изобрели. А это, собственно говоря, организация процесса вакцинации. И вот там было видно, что поначалу какие-то штаты пробуксовывали, какие-то делали что-то лучше. И конкуренция между штатами привела к тому, что почти во всех штатах сейчас очень эффективная система. И если мы смотрим на темпы вакцинации, то они очень впечатляющие для такой размер страны. Поэтому вот эти вот разницы между популистами и непопулистами, между консолидированным вообще правительством и которое может что-то делать, и таким раздробленным, которого руки полностью связаны. В Европе чуть-чуть помогает конкуренция между странами Европы. Они очень много на это обращают внимания. Что вот мы-то так сделали, а у вас, смотрите, какие проблемы. Конкуренция, конкуренция, она всегда помогает, даже если... Ну, вы знаете, да, есть же даже концепция, что Европа так успешна в большой перспективе, потому что это конкурентная среда, и так было в средние века, и так, в общем, сохраняется по сей день. Да. Ну, тогда считалось, что основная конкуренция военная. Сейчас будем надеяться, что это все-таки не совсем так. Лучше конкурировать, по-моему, того, кто больше кого вакцинировал, чем кто больше кого убил. Но это более здоровая в этом смысле конкуренция. Но конкуренция очень важная. Просто в Америке она доведена еще на более высокий уровень. Там еще больше конкуренции между штатами. Но во многом, я думаю, что это абсолютно верно. Мы вот перешли к такому вопросу, который хотел действительно обсудить тоже. Итоги, да, вот, контуры этого мира. Отчасти вы уже стали отвечать даже на этот большой вопрос. Это поражение популистов. Это, по-видимому, будет формирование запроса на более стабильные правительства, которые обладают более консолидированной поддержкой населения. Это, возможно, развитие федерализма. Это, наверное, рост роли государства в распределении благ. Но одновременно какой-то, так сказать, стоп-кран тоже есть. То есть это не совсем социалистическая экономика. Что еще, как вы думаете, изменится в этом новом мире? Ну, вот, если с точки зрения государств есть еще почти пока нереализованный риск. Это рост конфликтов между государствами. Это, опять же, почти все все экономические кризисы в том или ином виде провоцировали конфликты, потому что даже хорошо мы можем вместе бороться с пандемией, но потом оказывается, что Европа блокирует поставки вакцин и так далее, и так далее. Поэтому рост конфликта между странами после кризисов, к сожалению, это вещь, которая часто наблюдается. И я боюсь, что мы сейчас это тоже увидим. Вопрос в том, насколько далеко это зайдет. И есть надежда, что все-таки невеликая депрессия не кончится Второй мировой войной. Сейчас методы, наверное, все-таки другие, не столь безжалостные, бесчеловечные. Но, хотя бы в экономическом плане конкуренция, в плохом смысле этого слова, не конкуренция, а конфликтная конкуренция. Она, скорее всего, вырастет. Что касается роли, например, онлайна, вы считаете, что мир не откатится обратно к каким-то более архаическим? Вот тут я все-таки не собираюсь, что мы не откатимся в роли онлайна. Не в такой экстремальной форме, как удаленная работа всех и вся. Безусловно, это было не оптимально. Но тут что произошло? Что мы двигались уже по траектории определенной, которая полностью, на самом деле, зависела от развития технологий, аккумуляции новых знаний. Эти знания никуда не делались и продолжают развиваться. Мы по этой же траектории продолжаем двигаться. Пандемия, многие из этих вещей просто протолкнула нас на несколько лет вперед в этом плане. И люди стали гораздо более активно пользоваться доставкой, онлайн-сервисами, той же удаленной работой. И в этом плане, поскольку это равновесная траектория, мы так двигались, никакого отката не будет. С точки зрения развития технологий доставки еды, доставки продуктов, роли платформы и экосистем, вот это все будет продолжаться. Мы недавно делали в Мартовском номере традиционный наш рейтинг ведущих интернет-компаний России, и авторы этого рейтинга подозревают наличие пузыря. Вы чувствуете этот онлайн-пузырь? Или просто слишком быстро, и мы еще не адаптировались к этим? Я не думаю. У меня нет ощущения пузыря, на самом деле, на данный момент. Есть ощущение, что далеко не все те компании, которые сейчас кажутся таким замечательными, выживут. Это нормальная конкурентная борьба. Потому что особенность технологических рынков это тенденция к монополизации. Поскольку особенность технологии, что там очень большая отдача от масштаба, что чем больше у вас пользователей, тем больше у вас возможности предоставить качественный продукт клиентам, на самом деле, тем больше они выигрывают от этого. И поэтому большие компании, они действительно предоставляют лучшие услуги, чем более мелкие в статике. Но само по себе это может подорвать будущую конкуренцию, если уже доминантный игрок, который еще может скупать потенциальных конкурентов. Когда доходит до того, что это уже полное доминирование big tech, к которому на самом деле вполне возможно, что мы уже глобально пришли. Это становится определенной проблемой. Поэтому вот когда в процессе, когда еще компании борются за эту доминантную позицию, обычно одна, многие из них проигрывают. там не может быть много крупных игроков на большинстве из этих рынков. Но вот если мы смотрим как на рынок, что рынок является пузырем или нет, то я думаю, что нет, эти технологии действительно показывают то, насколько они хорошо работают, насколько они улучшают жизнь людей. И в этом плане я не думаю, что будут какие-то неоправданные ожидания от этого рынка. Очень важный вопрос, он связан тоже с этой ситуацией. Вы об этом упомянули, что многие страны сейчас закрываются. И, в общем, пандемия стала такой метафорой доглобализации, которая уже шла. Приоритет суверенитетов над, соответственно, общими какими-то идеями. Как вы считаете, доглобализация как-то надолго с нами или все-таки мир вернется к тому, чем он занимался, начиная с Александра Македонского, то есть глобализация? На самом деле, я думаю, что и разговоры о такой большой доглобализации, они немного обманчивы. Поскольку о доглобализации начали говорить в экономисты еще до пандемии, она просто усилилась в пандемии, но это немного некая подмена понятий, поскольку что мы наблюдаем действительно, что слегка начала падать торговля товарами между странами. Разорвались многие цепочки. Многие цепочки разорвались, но надо учитывать, что в современной экономике товары играют все меньше и меньше роль. Гораздо большую роль играют услуги. И торговля услугами международная, она на самом деле растет. И растет темпами гораздо большими, на самом деле, чем падают торговля товарами. И в этом плане мы не наблюдаем совершенно никакой деглобализации, мы видим смену того, чем именно торгуют между собой страны. Вместо того, чтобы торговать товарами, они торгуют знаниями, технологиями, услугами и так далее. Поэтому здесь даже организация больших мультинациональных компаний, она меняется. Если раньше стандартное происходило, что технологии разрабатываются условно в США, потом производятся дешевые рабочие силы в Китае и развозят в Европе, продается. Сейчас это уже меняется модель, во-первых, потому что не такая дешевая рабочая сила, во-вторых, если даже у вас дорогая рабочая сила с развитием роботизации, автоматизации, если у вас дорогие работники, не обязательно ехать до 3,9 земель, а можно построить более автоматизированный завод и производить у себя. Поэтому локализация производства на самом деле она очень сильно растет, и это тренд, который, скорее всего, останется с нами. Вот эта идея, что мы производим в каком-то одном месте, а потом разводим по миру, производится все больше и больше будет на месте. Но вот потоки информации, все, что связано с технологиями, маркетингом, брендированием, вот это на самом деле растет и, скорее всего, будет расти, потому что на самом деле в нашей экономике особенно цифровые услуги, их роль, она растет очень сильно, и они практически физически во всяком случае они не ограничены в пространстве. Это одна из особенностей цифровых технологий, то, что существенная часть этих услуг не имеет географической привязки, и географические барьеры не играют. Там тоже какая-то тенденция к деглобализации наблюдается в регулировании между особенностями на уровне государств, поскольку вообще так, территория дикого запада в интернете, где нет никаких правил, полная свобода, на самом деле оно уникальное, скорее, ненормально, что у вас есть такой рынок практически нерегулированный и вообще без каких-либо-то ни было государственных границ. То есть в этом плане скорее всего какое-то торможение будет, и государства пытаются вводить трансграничное регулирование перехода данных и так далее, но мы уже видим, что хотеть-то они хотят, а вот реально этого добиться очень тяжело ввиду особенностей технологий. Поэтому какие-то попытки тормозить будут и будут расти, но я думаю, что просто особенность технологий они имеют очень сильные ограничения. То есть это скорее все останется на уровне политической фразеологии, да? Собственно, мы же понимаем там та же торговая война с Китаем, которую Трамп обосновывал именно тем, что вот были старые добрые времена, когда все производилось в Миннесоте, а теперь это производят в Гуанчжоу, давайте все к Миннесоту вернем. То есть мы уже не вернем все равно, да? Вернем. Только это будут не люди работать, а роботы. Миннесотские. Те же реднеки будут все так же пить пиво и проклинать жизнь. Да. Нет, на самом деле это же есть исследование, которое показывает, что эти политические проблемы в Америке, когда люди теряют работу, говорят, что все это китайцы увели, и на самом деле показывают, что в основном это эффект технологий и вымещаются они в основном роботами, а не китайцы. Это большая на самом деле проблема социальная. Она, скорее всего, временная в оптимистичном развитии, потому что всегда, когда большой слом и изменение технологий, вас вытесняются типа работ, которые существовали до этого, так как в 19 веке происходило. и происходило. И потом есть трудная, больная очень и потенциально конфликтоопасная ситуация трансформации, а потом вы переходите в новый режим, где все эти новые технологии не вымещают людей и дополняют. Но вот переходный период, он болезненный, мы его сейчас наблюдаем, и вот эти роднеки и так далее, это люди, которые потеряли свою работу в транзите. И вопрос, это очень важно с точки зрения государства, как сделать так, чтобы этих людей адаптировать к новой реальности, вот об этом надо думать. Я хотел, значит, чтобы мы перешли к ситуации в России. Что касается действий российского правительства, вы считаете, что российское правительство действовало в тренде, потому что я общался во время, так сказать, карантина со многими экономистами, с Чубайсом, например, общался, он считает, что мы все правильно делали, что хорошо, что у нас была такая адресная помощь, что в целом мы не раскидывали деньги с вертолета, но бизнес, естественно, критикуют власть. Вам кажется, насколько российское правительство справилось с ситуацией социальной, во-первых, экономической, и насколько этот, то, что у меня ощущение, честно, у меня ощущение, что президент реагировал, как он обычно реагирует, на жесткий кризис, он как-то немножко устранился и дал жизни самой все расставить своим местам, и в этом заключается якобы его мудрость. Как вы считаете? Ну, нет, сказать, что правительство полностью устранилось, нельзя, все-таки действительно достаточно существенные меры были, и в итоге, во-первых, если просто посмотреть диагноз, что произошло, то, оглядываясь назад, Россия прошла с точки зрения падения ВВП, кризис гораздо мягче, чем предсказывали. Почти все мировые прогнозы, всех агентств и так далее, даже собственного правительства, они, конечно, хуже, чем мы прошли. Это положительная вещь. Отрицательная и связанная с этим, что, скорее всего, с медицинской с точки зрения мы прошли одни из худших в мире. Если мы посмотрим по смертности, не по официальной статистике, а по реальной, то на душу населения у нас одна из самых высоких смертностей в мире. Но она, возможно, не связана только с ковидом, а скорее с неоказанием помощи тем, кто нуждался не в связи с ковидом. А это связанные... Тут сложно, скажем так, отделить две эти вещи, потому что, если вы допускаете то, что у вас распространяется быстро ковид, вы вынуждены работать с этими людьми, из-за этого у вас не хватает рук инфаркта спасать, то это все равно причина фундаментальная, это все равно ковид. Конечная, да, вы умерли, может быть, от инфаркта, но если бы ковид не распространялся так быстро, то вас бы спасли. Поэтому тут, на самом деле, я думаю, что все-таки консенсус сводится к тому, что вот этот вот всплеск смертности практически весь можно связать с ковидом, поэтому с точки зрения того, как мы медицинские прошли, на самом деле, тяжело. И в этом смысле, ну, в каком-то, видно, что был выбор между экономикой и человеческими жизнями, был сделан немного по-другому. То есть в пользу экономики? Да. С точки зрения экономики, все равно, достаточно, особенно в начале было жалоб на то, что государство абсолютно не видит проблем бизнеса, что помощь фиктивная, что на самом деле в каких-то случаях эта помощь будет приводить к потере контроля над предприятием, то есть ты на такие берешь на себя обязательства за счет получения государственных субтизий, что фактически предстоит быть владельцем этого предприятия. Вот с этим согласны или помощь была правильная, точечная, что вообще сработало, что нет? Давайте еще раздетим, какой крупный, средний там имел и малый бизнес. Если брать львиную долю экономики, а это именно крупный и средний бизнес, то там прошли достаточно удачно. Никакой волны банкротства крупных предприятий, средних предприятий мы не наблюдаем. Проблемы начинаются с поддержки уже малого бизнеса, который быстрее всех закрывается, уходит в серый сектор и так далее. Может быть, по меркам нашей страны им даже оказывали помощь, что вообще удивительно, обычно его просто игнорируют. но на самом деле пострадал очень сильно. Особенность России по сравнению с развитыми странами, с Европой, Америкой, это то, как люди, конкретные люди прошли этот кризис, поскольку в Америке ВВП упал очень сильно, а доходы людей чуть не выросли. У нас ситуация очень сильно отличается. У нас заметно упали доходы населения. Поэтому спасали, оказывали помощь именно бизнесу, а не конкретным людям. То есть один пакет помощи людям с детьми и так далее и увеличение пособия безработицы, да, это были меры, направленные на помощь людям, но этим все ограничилось и мы видим по цифрам, что располагаемые доходы населения конечно сильно сократились. Это опять же это во многом отражение того, что сама по себе у нас идеологически неприемлема эта идея безусловного дохода давайте раздадим всех. Душу Брежнева все вспомнят. Ну, там можно в разное объяснить почему. Мотивация. Или просто жаба душит. Ну, или правильные люди должны получить деньги. Но тот факт, что из адресных мер социальной поддержки были только семьи с детьми, на самом деле пока это отражение того, что сама система адресной социальной поддержки, о которой большевики говорят уже лет 10-15, что ее надо настроить. Ее нет. Ее нету в прежде инфраструктуры. У нас нет данных о людях, чтобы делать адресную помощь. У нас нету возможности технически быстро довести до людей эти деньги, если даже мы вдруг решим. это вполне бытовые технические подробности, почему у нас не развита система адресной социальной помощи. Просто многие годы об этом говорили и терпели, а вот сейчас оказалось, что это важно. Вы упомянули, что произошло падение реальных доходов, а насколько ваша оценка? тут вот в чем проблема, что не только упали доходы, очень сильно выросло неравенство, очень по-разному кризис прошли разные слои населения. Это на самом деле была тенденция последних лет, 5-6 лет, когда мы видим, что располагаемые доходы они так плавно снижаются на самом деле, сейчас они просто резко снижились, они уже давно экономиков находятся с ситуацией. Шесть лет, говорили. Ну да, после событий 2014-2015 года мы так вошли в эту траекторию. А если вы посмотрите на покупку Роллс-Ройсов, ну не только Роллс-Ройсов, но таких предметов роскоши и так далее, их покупки растут. Поэтому социальная проблема огромная, то, что во время кризиса пострадали самые слабые. Даже средняя цифра падения располагаемых доходов, она скрывает еще большие проблемы. И вот то, как будет направо, что произойдет с людьми, которые наиболее уязвимы, которые не могли, поскольку они не там, например, не сильно образованы, не могли на удаленку перейти, как сектор финансовых услуг, в банке позволить полностью перейти онлайн. Но в банках работают достаточно хорошо зарабатывающие люди, и они не сильно пострадали. А люди, которые работали в сервисах, в сфере услуг, особенно в малом бизнесе, они очень сильно пострадали. Ну да, там много большая роль чаевых, серых схем, всевозможных. да, поставьте, покой, серые схемы, они просто очень сильно завязаны в взаимодействии человека с человеком, физическое. Как только оно было ограничено, они очень сильно поиграли. Каковы будут политические последствия этого кризиса? Или это трудно предсказать? Это очень трудно предсказать, потому что то, что недовольство растет, видно. Во-первых, это некий тренд, оно медленно накапливается именно уже. Ну, поскольку ситуация в экономике давно такая, такой вялой стагнации в том, что даже не то, что только доходы падают, но как перспектив особо не видно. Не видно, за счет чего страна начнет резко расти, то есть оптимизм у людей тоже подорван. Но будет, приведет ли это к каким-то резким проблемам политическим, не факт. Потому что иногда вот это недовольство и такая вот вяло текущее падение доходов приводит к апатии, а не к резким каким-то действиям. Поэтому вот мы увидим это, на самом деле что-то мы увидим на выборах в сентябре, как общество на это реагирует. Но тут не факт, потому что произойдет что-то такое значимое, так как что выбрать общество, либо апатию полную, либо какие-то активные действия, мы не знаем. Если говорить в идеале, какие основные проблемы экономические стоят перед Россией, и есть ли у правительства понимание этих проблем и некая стратегия их разрешения? В конечном итоге вот отсутствует перспектив, это самому по себе большая проблема, поскольку она приводит к тому, что люди не готовы инвестировать в экономику, и вот рост инвестиций на самом деле является отражением этих проблем. Апатии и пессимизма. И тут как бы правительство нас с этим борется, но оно во многом лечит симптомы, оно говорит, надо заставить инвестировать, поэтому мы будем сделать там налоговые льготы и так далее, что вот инвестировать будет хорошо. И это, ну, с моей точки зрения, это не очень ограниченный потенциалу это, потому что это, опять же, это лечение симптома, а не болезнь. Болезнь заключается в том, что люди не видят перспективу, что я себя вкладываю, а у меня потом прибыль меня ждет большой рост рынков и так далее. Во многом на данный момент это, конечно, экономика является заложником геополитических проблем. Вы серьезно так думаете? Мне кажется, что тоже это немножко политизированная тема, потому что если посмотреть на ситуацию в сельском хозяйстве, то, наверное, контрсанкции дали очень много для развития сельского хозяйства. Я не хочу только с контрсанкциями это связано, потому что правительство, начиная еще с Ельцина, а потом при Путине первый срок. Очень много сделали для того, чтобы сельское хозяйство возродилось, были проведены действительно важные реформы, и частная собственность во многом в начале века была создана, возвращена точнее. И это следствие большого ряда усилий правительства, а не только контрсанкции. Но мы видим, что Россия реально становится крупнейшим или одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции. То есть очевидно, что геополитика никак к этому не мешала. Это далеко не ведущий сектор экономики. Очевидно. И принятые в последние меры по ценам могут это все подорвать надолго, поскольку, конечно же, сейчас инвестор задумается, стоит ли вкладывать в агросектор, который оказывается с такими политическими рисками. Поэтому тут вопросы большие. Но я, когда говорил о политических связках, я не только говорил про конкретные санкции и контрсанкции. Сельскому хозяйству контрсанкции сильно помогли, потому что все российские потребители спонсировали сельское хозяйство. 95% населения платило более дорогую цену, чтобы они развивались. Слава богу, что хоть что-то во что-то выросло. Они развелись, но просто надо понимать, кто за это платил. потребители российские. Я думаю, проблема гораздо более глобальная. Мы сейчас не оцелены на экспорт и на конкуренцию на мировых рынках. Мы ограничиваемся только нефтью, газом и словами о стимулировании экспорта. У нас вся картина мира, она как-то замкнулась в авторкию, по сути. И это основная проблема на самом деле. Потому что ни открытость мира, ни отсутствие желания конкурировать на мировых рынках, это гигантская проблема. На внутреннем российском рынке рынок маленький. Это 140 миллионов человек по сравнению с миллиардами и миллиардами за пределами. Это Китай себе может позволить какие-то вещи закрыть и работать на своем внутреннем рынке. У нас пределы роста наступают очень быстро. Поэтому это гораздо более сложная тема, что именно это контрсанкции, санкции и так далее, что на это влияет. Во многом это просто позиционирование страны. Многие контракты возможные с иностранными компаниями не срабатывают не потому, что это нелегально, а потому, что какие-то риски слишком большие с Россией. Непонятно, что будет. Но в итоге это выражается тем, что мы гораздо более автортическую экономику превращаемся, а это гигантский удар по перспективам ее развития. в этом году исполняется 30 лет 1991 году. Хотелось бы просто об этом поговорить, потому что 30 лет очень большой срок. Что это было, 1991 год и вообще последующий? Для вас отчасти вы уже тоже стали подводить итоги. Я читал вашу колонку The Bell про итоги приватизации. Вот в целом выполнил ли 1991 год стоявший перед Россией задачи? Завершилась ли у нас буржуазная революция или мы по-прежнему находимся на одном из ее этапов? Я думаю, что капиталистическая революция совершилась, а буржуазная нет. Потому что к переходу к рынкам, к рыночной экономике, он был совершенно безвозвратный. Это абсолютно другая модель экономики. гораздо более жизнеспособная, гораздо более адаптивная. Именно поэтому при всех наших проблемах этой экономики государственной, это может быть капиталист, не государственная, но это все управляется рыночными механизмами. Поэтому мы прошли кризис 2008-2009 года и не развалилась страна. Мы этот кризис прошли, когда страна не развалилась. В отличие от того, что произошло в конце 80-х, начало 90-х, когда сама экономическая система была такая, что она рухнула под внешними обстоятельствами. И то, что произошло, как это описано, это трагедия, когда рушится система экономическая, поскольку она полностью прогрелась, была нежизнеспособна. Процесс, то, что происходило в 91-м, в 2-м году приватизации, к нему сейчас можно очень много предъявлять претензий, сколько было ошибок и так далее. Но на самом деле во многом, конечно, все это определялось политическими ограничениями, что с такой скоростью, когда все рушится, во-первых, даже осознанно принимать многие решения, скорость принятия решений совершенно другая. Что вот вообще вы сказали про капиталистическую революцию, буржуазную революцию? Что вы вкладываете в эти два понятия? Капиталистическая для меня это про рынок рыночника. Рыночник. Буржуазная, понимаете, что появился класс буржуа, людей, которые чем-то владеют и на этом зарабатывают. По сути, предпринимательные. Ну, в принципе, опять-таки, был создан класс собственников жилья, например. Я считаю, что это очень важное достижение. Да. С моей точки зрения, это недооцененный абсолютно гигантский шаг вперед приватизации жилья, которая тоже могла пойти по-другому. Все считают очевидным, что всем раздали бесплатно жилье, они приватизировали квартиру, в которой жили, даже когда там была ситуация, что одни условно жили в кооперативной квартире, ну, какие-никакие деньги платили в Советском Союзе, а другие получили бесплатно от работы, а IT ее бесплатно получили. Поэтому сейчас это воспринимается очевидным, а тогда это было не так. Это создало гигантский класс собственников. Поэтому, если говорить о капиталистической революции, то, что это рыночная экономика, основанная на праве собственности, хотя бы личной, хотя бы частной. И это гигантский на самом деле шаг вперед. Это абсолютно базовая вещь, которую потом можно развивать. То есть, у каждого получился свой актив. Да. Стартовый актив. В этом плане да. Но он очень важная вещь, что все-таки жилье это актив непроизводительный сам по себе. Он в основном для потребления. Вы в нем живете. И большинство людей не использовало квартиру, чтобы сдавать, зарабатывать, для того, чтобы продавать и вкладывать в какой-то бизнес. Они потребляют до сих пор. Потребляли, потребляли. Я очень от многих бизнесменов, в том числе из списка Forbes, слышал, что там первый в свой бизнес я заложил квартиру или продал ее. Я слышал. Ну, вот те, которые использовали это, вот все получили, кто-то использовал это для того, чтобы вложить в бизнес и развиться, и многие из них много зарабатывали. Ну, кто-то потерял, кто-то, многие из них зарабатывали. Но в массе своей население, конечно, это не сделало. И вот то, что я вкладывал, когда я говорил, что не было буржуазной революции, вот идея того, что люди становятся предпринимателями и зарабатывают сами вкладывая в какие-то активы, вот такой класс, он был создан, потому что он по сравнению с нулем Советского Союза, это был гигантский шаг вперед, но он очень маленький до сих пор. Возвращаясь от России к мировой повестке, многие говорят сейчас о конце европеизма и вот так называемом азиазизме, дескать, на смену европеизму придет азиазизм, но проблема для меня лично в том, что европейская цивилизация, видимо, в этом одна из причин ее такой победы, что это сказать, победы ее модели, в том, что за этой цивилизацией стоит в общем некая картина будущего, некое ощущение миссии, некий ответ на вопрос зачем вообще все, неважно строительство этого царства божьего на земле, как это было в средние века, или может быть там царство разума, или царство справедливости, даже за коммунистической моделью, которая тоже порождение европейского мира, стоит идея строительства какого-то идеального общества. Вот в Азии я таких идей не знаю, я не понимаю, сможет ли Азия предложить какую-то идею человечества, хотя говорят что свет идет с востока, но как-то свет в основном по-моему электрический. Ну, во-первых, я бы все-таки поостерег все так говорить, потому что евроцентризм это, конечно, замечательно, только это по историческим масштабам очень недавняя история. если мы посмотрим опять же, я человек испорченной экономики, но если мы посмотрим оценки ВВП и так далее, то возьмем последние две с лишним тысячи лет, то это исключительно последние 150 лет, по сути, когда Китай и Индия не являются полностью до Миндии. Они просто в две страны, ну, территории стран, отвечал больше, чем за 50% всего ВВП мирового, и это постепенно, да, началось с 18 века, наверное, сокращается, и сейчас опять начинает расти, поэтому во многом это на самом деле то, что мы сейчас видим, возврат азиатских стран, это скорее возврат к тренду, потому что все-таки если мы посмотрим на их размеры населения и так далее, а численность, просто одна численность населения, они, конечно, должны играть совсем непропорционально маленькую роль, вот тот тренд, который мы сейчас наблюдаем, это во многом просто восстановительный, очень легко расти с нуля, когда все так говорят, какой замечательный темп роста в экономике Китая, ну, представьте, насколько ее надо было довести, из чего она начинала в конце 70-х, поэтому темпы, конечно, впечатляющие, но с точки зрения того, чтобы говорить о том, что Азия становится таким светочем, куда все тянутся, недостаточно догоняющего развития, которое происходило все эти годы, они действительно должны стать лидером и предложить что-то новое, это может быть философски новое с точки зрения того, что какие-то цели и так далее, и мне кажется, что они во многом просто заимствовали цели, сейчас, если мы посмотрим на какие-то популярные культуры, на самом деле, во многом, мы-то говорим о философии очень такой высоколобой, а на самом деле, во многом, это проявляется в популярной культуре, если мы смотрим популярную культуру азиатских стран, она очень похожа на европейские, поэтому в этом смысле европейские ценности, они уже проникли в Азию, но если смотреть с точки зрения более банальных экономических вещей, это огромный вопрос. Вот Китай сейчас дошел технологически до того, что он практически по всем параметрам догнал эту технологическую границу и становится большой вопрос, а сможет ли он ее перегнать. Рубен, вы руководите РЭШ с 18-го года, с какими амбициями вы пришли на эту должность? Ну, амбиции с большими, с большими, продолжать развивать лучшую, с моей точки зрения, до сих пор не изменил это мнение, лучшую экономическую школу в России. На самом деле, цели более обеззорные у РЭШ всегда были, это поднимать общий уровень экономического образования, науки, дискуссии, экспертного мнения в стране. Эту школу так создавали в 92-м году, ее создавали с нуля в стране, в которой вообще нет, в самом деле не было никакого нормального экономического образования и понимания базовых основ мировой экономики. Ее создавали по лекалам лучших, на самом деле, зарубежных экономических факультетов. И я думаю, что получилось реализовать все те амбиции, которые закладываются в 92-м году. Она действительно стала школой совершенно полноценной, включенной в мировую экономическую науку, работает абсолютно на мировом уровне. Мы сейчас уже нанимаем профессоров только на международном рынке и конкурируем совершенно со всеми университетами мира. У вас старейший эндаумент. У нас действительно один из первых эндаументов, именно потому, что он появился, поскольку мы изначально ориентировались на мировые стандарты, а это в мировой, во всяком случае, в англосаксонской модели. Университетов абсолютно стандартная вещь, которая позволяет университетам на долгую перспективу работать, что это не день, который получаете каждый год. Эндамент, чего смысл заключается в том, что у вас есть кубышка, которая много денег, она зарабатывает каждый год, предсказуемо дает вам доходы, на которые вы можете поддерживать науку, образование и так далее. А величина какова? Вы можете это назвать? На данный момент у нас будет порядка 465 миллионов в эндаументе. В какой валюте? В рублях. Многие ректоры мне говорят, что эндаумент, конечно, хорошо, но проектное попечительство более эффективно. Вы согласны с этим? Не совсем, нет. А у вас какая доля? Смотрите, стратегия привлечения средств или расходов на проектное легче попросить деньги, потому что идея эндаументов, она в России недавно появилась, еще не до конца проникла в сердца и умы филантропов, потому что горизонт планирования, к сожалению, у нас в стране в принципе достаточно короткий, очень мало кто надолго думает вперед, и это отражается на том, как доноры тоже думают. Они делают, вот здесь и сейчас должно помочь. И поэтому на самом деле и вложение в удаун, и вложение в образование во многом и науку недостаточно, как видно, что доля меньшего в других странах, потому что это вещи, которые в долгую перспективу. На самом деле ситуация меняется, и мы видим и то, что сейчас гораздо больше открытый донор, потому что вкладывают вот дамы, ты понимаешь, я сейчас дал, и вот на протяжении всей жизни, на десятки и десятки лет вперед мой вклад будет продолжать приносить пользу тому организации, которую я дал, и во-вторых, мы видим, что больше людей начинает вкладывать в проекты, которые долгосрочны, например, образование, науку и так далее. Мы сегодня говорили о национальном пессимизме и оптимизме, что нам не хватает национального оптимизма в силу массы факторов, но я сейчас вижу, что есть повод для оптимизма, что, в крайней мере, касательно ваших попечителей, среди них есть Петр Равин, насколько я помню, а кто еще? Председатель это Алексей Ильич Кудрин, Аркадий Дворкович, наш выпускник, Ксения Юдаева, зампред Центробанка, тоже наш выпускник. Из тех, кто помогал развивать на данный момент, это Петр Равин, это Вавилов Петрович, очень важную роль играет. Многие другие люди, которые помогают создавать на данный момент, они предпочитают быть менее публичными и поэтому они не входят в управляющие органы. Но на самом деле они нам помогают не меньше. Ну вот на самом деле я почему просил назвать несколько фамилий, потому что вот это некая группа оптимистов, которая, как мне кажется, двигает нашу экономику и не только помогая Рэш, а вообще люди, которые верят в то, что мы что-то можем построить. Я хочу вам пожелать как можно больше таких попечителей и больше хороших профессоров и отличных студентов. Спасибо, Антон. Спасибо большое. Спасибо.